Уже прямо сейчас с нами на связи находится Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады Украины, который был в пригородах Киева и видел все своими глазами, а также публиковал видео оттуда. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, мы витаем вас. Слава Украине. Ему же отразу... Героям слава. Ему же вы отразу раз поведете, что вы так само побачили на Уластной ВОЧ, потому что ведом, что вы ездили по этой вызволенных территориях, каждый день за раз ездите. Калиласка, вам слово. Я действительно был и в Буче, и в Арпене, и в Гастомеле, и был три дня назад в Арпене. Позавчера и вчера Буча, Гастомель и трасса Киев-Житомир. Ну, то, что вот вам показывают все эти убитые люди, это все абсолютно правда. Я все это видел своими глазами. Честно говоря, все даже еще хуже, потому что самые жуткие кадры телевидение щадит и не показывает. Например, трасса Киев-Житомир. Наверное, самое страшное, что я видел в своей жизни. Там, например, есть место. Там просто расстреливали машины, которые ехали. Российские оккупанты вышли к этой трассе и просто расстреливали машины проезжавших людей. Но некоторых не просто расстреливали. В одной машине ехали женщины, их одежда, включая нижнее белье, разбросана по там обочине. Я думаю, что вы понимаете, что произошло. Ну, конечно, должна быть экспертиза, я не могу это утверждать. Но их голые тела и убитых были сложены на покрышки, их пытались сжечь. Частично им это удалось, частично нет. Вы можете себе представить это зрелище, которое я увидел своими глазами. Своими глазами. Там же на трассе Киев-Житомир, там еще такое место между селами Мыло и Мрия. То есть в переводе это Милая и Мечта с украинского языка. Вот между селами с такими названиями красивыми, кроме вот того, что я уже рассказал, еще есть машина, в которой на заднем сиденье лежит тело ребенка сожженного. Я не знаю, сколько лет. Около 7 лет повиновит. Это невозможно смотреть просто без содрогания какого-то. И такого очень много. Алексей, так само я хотел бы тут додать, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отзначила, что есть город у Киевской области, где ситуация вуза хвяраусе рот мирных же хоров еще горшая, чем у Бучи, на шмат горшая. И напылна самая тяжкая. И говорка ведется про Бородзянку. Але тут нават немачу парауновать паусюль гэты жах, страх, який насам речь уявить немагчыма. И немагчыма гэта нияк патлумачить. У меня только дава с пытанне. У такой ситуации, что еще треба заходу, каб уреште дагрукаться, вось да их, каб яны уреште закрыли небо. Что еще треба, каб сёння натиснуть уреште на Россию, каб яна не па просту проиграла, а на вельми-вельми долгий час она стратила усиляку махчымасть до хоть неких агрессивных деню. Потому что мы цудовно разумеем, что минавита зараз гэта можна зарабіць, калі рабіць гэта усім цалкам. Пакуль Путін не залізаў раны, не перагрупаваўся, і он жа прыдзе, уличываючы свае памылкі, і будзе іще більш жорстка себе павоззець. Я полностью согласен с вами. И я считаю, что тут должно быть настолько жесткие решения, которые просто разрушат этот режим. И самое главное, что можно и нужно сделать, это эмбарго на российскую нефть и газ. Все, потому что в каждом кубометре российского газа украинская кровь. В каждом барреле российской нефти кровь украинцев, наших детей и женщин. Поэтому, конечно, полная остановка любого. Россия должна быть исключена из цивилизованного мира. Никакой торговли с ними, никакой работы с ними. Ничего. Это нацисты. Нацисты 21 века. И должен быть трибунал. Как был Нюрнбергский трибунал, теперь должен быть Мариупольский или Бычанский трибунал. Вот, собственно говоря, то, что должно произойти. И весь мир должен, конечно, к этому приложить усилия. Ну, потому что это уже что-то такое страшное, что, мне кажется, не может оставить в стороне вообще никого. Кстати, это Билл Сад. Я думаю, вам это важно услышать. В Буче позавчера я встретил добровольцев батальона Костуся-Калиновского, которые забирали вещи погибшего товарища, бойца с позывным «Литвин», тоже белоруса, который погиб в Буче в первых числах марта. Я знаю, слышал об этом бойце. И белорусы, сябры, наши настоящие, сегодня рядом с нами и помогают нам, и сражаются с нами плечом к плечу. Для нас это очень важно. Алексей, бачили гэта видео, и у вас у профиле, калі вы его выставляли, оно широко разышлося по белорусским сегменте интернета. Это я веду докладно. Меж тым, послухайте, еще такое пытание на конкретных вызваленных территориев. Пауночь зараз Украины вызвалилась от оккупантов. Але, накольки я разумею, эта территория зараз не вельми придатная для життя. И вот этот процесс вертання мирного населенства, он стоит на паузе, накольки я разумею. И плюс, есть же небезпека и гэтых минах, которых панаставляли там, и что максимум, там еще удар вертання. Да, абсолютно. Ну, вертання я не верю. Я не думаю, что они куда-то уже вернутся. Мы выиграли битву за Киев. У этой битвы очень тяжелая цена, но мы ее выиграли. Это факт. Что касается мин, растяжек и прочего, то, к сожалению, все это есть. И есть такие растяжки, например, муха, которую устанавливают на дверь дома. То есть, если человек зайдет в дом и откроет дверь, то в него прилетит муха. То есть, такое садистские вещи. Совершенно непонятно, зачем мы такое было оставлять. Поэтому сейчас комендантский час там. Там работают силовики, идет зачистка. И разминирование будет идти еще долго. Ну, а вообще эти города, городки, они в значительной мере вообще просто уничтожены. Поэтому, ну, вот такая ситуация. Алексей, хотел еще спросить. Я так понимаю, что Министерство обороны Украины опубликовало списки тех, кто причастен к этому кошмару в пригородах Киева. То есть, те военные части, вплоть до фамилии, номеров паспортов военнослужащих российских, которые творили этот ад. Я так понимаю, что они, возможно, сейчас вернутся к себе, в страну. Но мы все надеемся на то, что они пристанут перед судом и ответят за свои преступления. А были ли попытки связаться с их родственниками, допустим, и рассказать, что происходило в городах, что сделали их мужья, отцы, сыновья? Ну, я таких попыток не предпринимал. Думаю, что вообще это правильно было бы сделать. Но, к сожалению, у нас очень много перехватов разговоров российских военных со своими семьями. Там разговор в основном идет про то, что они украли, награбили, что они везут как из награбленного домой. Вообще, конечно, российское общество — это просто орда. Просто орда и орки какие-то безумные, которые грабят, убивают. Не все, конечно. Я понимаю, что, наверное, есть разные. Но значительная часть просто каких-то безумных людей... Честно говоря, даже я не понимал, насколько глубоко больно российское общество и какие тяжелую деноцификацию, депутенизацию им предстоит пройти, прежде чем их можно будет вообще пустить на порог цивилизованного мира. Алексей, еще такое у меня до вас пытание. Мы ведаем, что еще шмат территорий украинских сегодня знаходится под оккупацией. Говорка не только про территорию, оккупованную уже 8 годов, не только Крым, не только частка Донбассу, але в околице, например, Харкова, альбо Мариуполя. Калі мы побачили, вось, гэта нелюдскія зверствы вось тут, у прадместе Киева, ці... ці... можна і трэба так разуметь, што аналогічна ситуація, гэта будзе надзірацца і там. К сожалению, я боюсь, там знаходиться в нечеловеческих условіях і прямо сейчас. То есть геноцид людей в Мариуполі происходит прямо сейчас. Поэтому, ну, это действительно ужасно. Алексей, дякую великі вам за размову. Зразумела, што... Дякую вам. Што она вельми тяжкая для вас, усюю душою і серцем. Мы разом з вами, калі ласка, трымайтеся. І абавязкова Украина переможа. Абавязкова переможа. Дякую великі. Живі Беларусь. Живі вечно і слава Україні. Гэта был Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады Украины. Навідая сувязім з нами.